Привет! С вами Торо, вы на канале Ниссан Рейс, и сегодня мы, пожалуй, снова встретимся с ИТО. Как видите, ради этого я подрубил геймпад, потому что как это тыкать на клаве, я вообще без понятия, и те герои, которые на клавиатуре это прошли, я вами восхищаюсь. На телефоне это немножко другое дело, там попроще, но на клаве... Нэри, какая бездна, боже упаси. Не-не, я, пожалуй, обойдусь без этого. Джеффрей, привет! Привет, ребят, всем, кто к нам потихоньку подходит. Ну что, поехали? Потому что там как бы гемы. А, гемы нам сейчас нужны для чего? Правильно, для... Архонта. Для следующего пира Архонта, который обязательно должен оказаться в коллекции. А, без этого просто никуда. Короче, поехали. Ах, грандиозное рок-турне. Многоцветие самой жизни в стиле Аратаки. Это будет страшно. Ну да ладно. Я надеюсь, геймпад мне поможет в этом деле. Кларинду не будешь? Нет, Кларинду не буду. Так, ну гадайте, от кого приглашение? Точно. Конечно же пишет тебе твой дружище. Я тут по тебе целыми днями скучаю в Инадзуме. Ой, такое себе. Недавно мне встретился новый друг из Фонтейна, который сказал, что у них есть музыкальный фестиваль под названием Тур Многоцветия. И мне тут же вспомнилось, как в прошлый раз мы играли на барабанах на острове Амаканы, пели и ели жареные фиалки... фиалковые дыни. А если вы не помните, на чем закончился один из предыдущих подобных ивентов, у меня сгорела жопа и мы вообще пошли в другую игру играть. В Сенран Кагуру, по-моему, если мне не изменяет память. О да, вот это воспоминание. Ты ведь тоже помнишь, правда? Но лучше не вспоминать, как комиссия Тенерио по ошибке арестовала меня. Окей. И вот, на этот раз я решил объединиться с новым другом и организовать еще более пышное и безудержное музыкальное мероприятие под названием Грандиозное Рок Турне. Многоцветие самой жизни в стиле Аратаки. Разве это название не вдохновляет? Не теряй время. Скорее приезжай ко мне на остров в Атацуме. Мне еще столько всего нужно тебе рассказать. Обязательно приезжай без тебя никак. А примечание, конечно же, Синобу не писала за меня. Угу. Само собой, это не Куки. Ребят, само собой нет. Ну что? Поехали? Получается. Но, само собой, ни о каких экспертных уровнях сложностей здесь даже и речи не идет. Привет, ребят, тем, кто там только-только подходит. А мы пойдем лутать гемы, потому что все, что дальше, у меня опять менталка не выдержит, и я куда-нибудь вливну. Вот, поэтому главное залутать гемы, а там уж как пойдет. Так, а как там было же удобно? Ведь немножко не то. Ну да ладно. А как-то ж... Сюк, я совсем от геймпада отвык. Придется по новой привыкать. Но выбора у меня нет, на клавиатуре я это точно проходить не буду. Какая же шикарная Орликина, согласен. Это Шпинакина, по идее, у нас ее так зовут. Вот. Эх, погнали. Я надеюсь, нам ни с кем не придется вообще сражаться, потому что я ротации на клавиатуре-то ее совсем недавно изучил. А если это самое придется делать на геймпапе, то нет. Я бы, пожалуй, воздержался. Так, ладно, где спринт, я вспомнил. Подождите, а... Почему эта локация выглядит так, как будто она мной вовсе не зачищена и... Все вот это вот. Ну да ладно. О, так мероприятие будет проходить здесь? Не так уж плохо. Ну да, сначала это будет сюжетка, а это понятно. Но все равно... А ты зачищал? Ну это и Надзума, и Надзума-то я зачищал же, помнится мне немного. Да даже Сакура! Я даже Сакуру прошел. Так что... А-а-а, дворжак, подождите. Кстати, его имя мне и правда кажется знакомым. Не волнуйся, Жак. Мастер Атак. Мы найдем эту собаку, даже если она прячется в Тенсюкаку. И-то, это всего лишь легенда. А-а, что за собака? Блин, давно, кстати, сыты не виделись. Дружище! И поймем! Вот от сумеет у другого острова, да все равно зачищал же. Я рад вас видеть. Я так по вам соскучился. А-а-а, это, дворжак, музыкант из Фонтейна. Вы вроде знакомы? Кстати, вроде бы знакомы. Джак на фестивале фонарей. Не говорите о фестивале фонарей, у меня постоянно... Что-то происходит, когда в Геншине фестиваль фонарей, у меня вот постоянно что-то происходит, и... Все. Я не могу его до конца достримить и пройти. А-а, привет, дворжак! Рад вас видеть. Праздник фонарей был, будто только вчера. А как у вас дела? А я же сначала-то... Это Геншин, да, это Геншин. И я же вроде начала-то фонарей тыкал. Вот, а дальше дело у нас, к сожалению, не пошло. А, хорошо. А как ты здесь оказался сыт? Он помогает тебе с организацией тура многоцветия? Вот тур многоцветия, как раз таки, звучит знакомо. Подождите, тур многоцветия. Многоцветия? Нам не на многоцветии ли? Госпожа Ху Тао зачитывала свой рэп, нет? Я надеюсь, что я ошибаюсь. Я очень сильно надеюсь, что я ошибаюсь, и именно не на многоцветии это все происходило. В смысле, да. Я ошибаюсь или нет? Пиалковая дынька, ты права, но не совсем. Это необычный тур многоцветия. Жак, мастер атак. И я превратим его в грандиозное рок-турне многоцветия. В самой жизни в стиле ар-атаке. На клавиате ноты полный трэш, так я об этом и говорю, я поэтому геймпад-то в руки и взял. А, не ошибаюсь, серьезно, на многоцветия? О боже. А ты же вроде конец фонарей стримил? Не. А что ты знаешь о рок-н-ролле пастушок? Как? Ты что, никогда не слышала о роке-пастушонка? Ты чуприк? А можно написать без кавычек и... Ну, там команду Донатон и вот. А, му-му-му? Чего? Не пытайся понять это фиалковая дынька. А то у тебя мозг расплавится. Это полная свобода. Зажги... По дынье рок-н-ролльному. Говори за себя. Ну, тебе уже мозги сплавятся. Тебе уже мозги плавятся. А, простите, что вклиниваюсь в вашу беседу. А какой собаки вы вообще говорили? Кот, кстати, оно, я не знаю, на ютубе оно должно работать, но будет ли оно там работать на ютубе? На твиче это точно должно работать. Местная легенда. Якобы, не так давно, между островами на руками и в Атацуме, была война. Это правда? Это правда. Война, война. Когда же люди поймут? А лучше рок-н-ролл, чем война, ребята. Да, на твиче работает на ютубе, почему-то нет. Это странно. Это, безусловно, трагедия. Бесчисленное множество животных пострадало. Вороны. Баки-дануки. Харьки-барахольщики. И другие. Эм, животные пострадали ни за что, ни про что. Не хочу преуменьшать серьезность трагедии, но разве не случилось ничего похуже? Ну типа куча людей пострадали. Дороди-кот, ты уже выпустился? Сочувствую. Для нас, рок-музыкантов, все живые существа одинаково важны. Держу в курсе, я Итта просто хочу напомнить, что барабаны, если мне не изменяет память, делаются как раз таки из шкуры. Делались. Из шкуры живых существ. Поэтому, ну, такое. Собака тоже пострадала? Нет, согласно легенде, это пес-ниндзя. Он появился из ниоткуда в разгар битвы, чтобы спасти раненых животных и отвезти их в безопасное место. Ребят, мы же помним эту собаку, я ее точно помню. Кваст с собакой-ниндзя. Дипломат, привет. Уф. Рок-н-ролл помогает. Пес-повелитель. Для такого всегда найдется место в бандиар-атаке. А я ее домой забрал еще? А, тогда вообще отлично. Да блин, это настолько давно было. Это пару лет назад, если мне не изменяет память, было. Угу. Где ты услышал эту историю? На острове Рито. Во время войны я был там. Я так вдохновился, что он написал песню. Я даже планировал провести музыкальный фестиваль, посвященный этому псу-ниндзя. Но, к сожалению, не смог убедить инвесторов. А да забей, там заанонсили уже Юбисофты, новую игру про этого пса-ниндзя. Вот новый ассасин как раз таки о нем и будет, если вы не знали, кстати. Блин, какой же там бодхёрд на этот счет? Уф. До меня зашли слухи, что им пришлось отменить планы из-за несчастного случая в море. Но больше похоже на пустую отговорку. Да, они боялись, что не удастся вернуть инвестиции. К тому же, не знаю, может их беспокоили и другие риски? И какие? А, вот еще защиты дипломов и все такое. Вот кот еще не понимает, во что он увязывается. Хороший вопрос. Всем, у кого полно море, виднее, я полагаю. Да, да, когда у людей слишком много море, они утрачивают дух рок-н-ролла. Да, деду не сыграть на этом фестивале. А, правда? А что для тебя дух рок-н-ролла? Ну, зажигаешь, отрываешься, бросаешь кости, решая свою судьбу и не задаешься. Авантюрин так делает. Ну, если так, не инвестор, не истинные рок-н-ролльщики. В общем, теперь со мной Аратаки Ито, и я организую шоу. А, подожди. Аратаки Ито заявляет, что теперь с ним Аратак... Понятно. Кстати, а как ты собираешься заменить инвесторов? У тебя моро-то есть? Мм? Я верю Ито. Он сказал, что банда Аратаки небольшая, но известная и влиятельная здешняя организация. Бок-обок работающая с местными властями. Верно? Посмотрите на это. Просто посмотрите на это. Немика еще не закончился. Ну, правда же, влиятельная, и у них очень много моро, да? Не, бок-обок на реестре, правда. Ну, если учитывать то, что их постоянно разыскивают... Ну, да. Бок-обок. Ну, скорее, упираясь рогами. По фактам пойму. Эй! Не стоит недооценивать банду Аратаки. У меня есть связи, ясно? Даже три комиссии прислушивается ко мне. Угу. Угу. Как скажете, как скажете, господин. Блин, я посмотрю, как он будет все это реализовывать. А можешь сомневаться, сколько угодно, фиалковая дынька. Но это правда. Помнишь этого парня из комиссии? Ясер, из комиссии Ясера. Так вот, мы с ним официально братья. Да-да, я говорю о Томе. Он суперуправляющий. А подождите, а он не поваром ли был? Ну, почти поваром. Ну, типа, там... А-а-а. И-то, и-то. Что-то пошло не по плану. Я странника выбил с 82-й крутки. Поздравляю, у нас есть еще шпинат, который сюк. У него С2, странник Сигней, за 170 круток. Мы такое не прощаем. Такое просто нельзя прощать. А еще, генерал комиссии Тен-Рё. Та самая Тен-Гу-Кудзё. Конечно, мы постоянно подшелучиваем друг на другом, но чувствуем глубокое взаимное уважение. Ой, как-как, не зря в свое время видосик Перил Саратаки и Сарай. Взаимное... Не особо верится. А комиссия Кандзю? Ладно, справедливости ради, никаких контактов с ее руководством. Но Бандер Атаке вносят существенных вкладов в их доходы. Мы платим немало штрафов. Ладно, ладно. Хорошо, в этом плане он не соврал вообще ни секунды. Штрафы? Да, вот. Налоги. Я хотел сказать, налоги. Ага. Какой большой донат. Кот, спасибо большое. Какой, какой... Нет. У нас было на донатон, там был смысл. Мы думали воткнуть доту 2 на какую-то сумму потом. Но кот, нет, а там выборы, выбирай какую-нибудь из списка. Доты точно не будет, кот. Не-не-не-не-не-не. Выбирай по какой игре следующий стрим из списка. Без доты. Точно без доты. Точно. Спасибо огромное, кот. Но без доты. Но это еще не все. Давайте не будем забывать о моих связях за пределами три комиссии. Да с пысли... Нет. Удивительные, талантливые люди. Не в всех слоях общества. Такие как, ну, например, мастер карточных... Мастер карточной игры Аята. Он широко известен среди игроков. Хоть пару каток. Так я же вообще не играл в доту. Это же будет прям все гг. Даже есть поговорка. А я-то с юга. И-то с севера. Да-да. Я единственный серьезный соперник. Для него во всей Инадзуми. Кот там же прям список написан каких. Поговорку эту сам выдумал. Сохранишь трансляцию, скорее всего. Ну, да. Это же сюжетный ивент. А еще, госпожа Кицуна. Важная клиентка. Романый Юкио. И участница чемпионата мастеров ромена. Я все... Я был единственным достойным соперником. И все, завтра в десеке отработаешь. Придется. А еще... Да, одинокая богиня из Тенсюкаку. Оказывается, она всю жизнь мечтала попасть на одно из мероприятий, организуемых мной. Аратаки Итта. Подождите. Одинокая богиня из Тенсюкаку? Во время барабанного фестиваля комиссия Тенрён беспокоилась, что всемогущий сёгун может целиком развеселиться и потерять интерес к управлению государством. А тогда они пригласили меня поговорить... А, погостить на пару дней. А, Мика, ты про прятки еще не? До них тоже доберемся. Угу. Обеспокоились, что сёгун слишком развеселится и забьет болт. Понятно. Ого. Да ты понимаешь... Да ты поднимаешься по карьерной лестнице. Такими темпами к следующей нашей встрече ты станешь сёгуном. И тогда Паймон придется звать тебя всемогущим пастухом-воителем. Уже... Можно... Начинать... Ха... А, сэфт, блин, я на векоплее забыл поменять там название, но ничего, потом поменяется. Банда Аратаки не перестает удивлять. Давай, кот, удача. Ну, может что-то и преувеличено, но как бы то ни было, Итта помог мне найти место для проведения мероприятия. Я очень благодарен ему, а теперь вопрос в другом. А согласовано ли это место? А, да пустяки. Мой брат Гора все уладил за меня. Потом поблагодарим его вместе. Блин, а как же я Гора хотел в свое время С6 выбить для Итт в отряд? А вот и в это я верю, что он его братик. Ты знаешь Гора? Да. И я всегда знал его как генерала Гора из армии сопротивления. Но даже не подозревал, что у него есть и другая личность. А-а-а, подождите, он решил клеиться к мисс Хине, но... И что это за личность? Слышали про госпожу Хину? Понятно. Итта запал на гора, но... Госпожа Хина, ты... Но госпожа Хина оказалась с подвохом. А, эй, зачем ты кричать? Да, госпожа Хина. Я от нее узнал. А. Ну, в смысле... От него... Попавшиеся на уловки комиссии Тенрио на барабанном фестивале, я решил, что теперь найду новое место там, куда они не дотянутся. Например, здесь. А, короче, я был прав, место не согласовано. Он просто ушел подальше, чтобы никто не видел. А я написал госпожа Хине письмо, в котором спросила, знает ли она что-нибудь о проведении мероприятий на острове Ватацуми. Короче, он опять встрял. Она сразу же ответила, что я могу обратиться за помощью к генералу острова Ватацуми. И что его зовут Гора. И тут я такой, что? Гора? Генерал всего острова Ватацуми? Ох, напугал до смерти. Вот оно как, но... Что, по-твоему, означает генерал? Сюг, я думал он к Хине клеился. Ну, генерал возглавляет отряды... Нет, в таком случае говорят капитан. А правда? Ну ладно, если бы не госпожа Хина, я бы все равно никогда не узнал. Очень рок-н-рольно. А, понятно. Просто понятно. Мика, конечно. Да она же у меня в доме там где-то, по-моему, еще стоит. Вроде бы, или нет. Ладно, дружи... Ладно, дружище. Рад был поболтать. Но я только что вспомнил, что у меня скоро встреча с Гора. Хочу расспросить его, знает ли он что-то о собаке. Придется пока тебя покинуть. А помощь нужна, просто я тоже кое-что знаю о собаке. Да, наслаждайтесь праздником. С собаками я разберусь. До официальной церемонии осталось несколько дней. Пока готовы только зона репетиции и зона жареных фиалковых дым. А Пайман одобряет. А вот это Пайман одобряет. Дружище, развлекайся. А я пойду. Развлекаться мы будем Восу, походу. Какой он. Не устаю восхищаться его энтузиазмом. Ну, это, ребят, слабоумие и отвага. Вот. По-другому это просто не назвать. Нас пока трое. Может, посмотрите зону репетиций? Допустим. Фу, ну, можно сказать, я готов. Но если что, ритмы игры это не мое. Хотя была одна ритм игра, которая мне очень нравилась. Она называлась Санран Кагура Бон Аппетит. И, по-моему, я ее даже стримил. А вот она прям была позитивная. Но сейчас она, к сожалению, не совсем подходит по правилам Твича. Я бы постримил с радостью ее снова. Она по-своему шикарна. Мне там на ютуб поприлетали за Никопар и предъявы. Когда-то, когда я... Блин, помните Никопару даже? Помните, помните? Когда это было? А там вон поприлетали 18 плюс на днях. Мы на месте. Я подготовил для вас партитуры и инструменты из разных регионов. Включая... Волторну, которую я лично привез из Фонтейна. Играйте любые мелодии, какие захотите. А если устанете, зона жареных фиалковых дынь вон там. И-то говорит, что фиалковая дыня это топливо для Рокнролла. Вы согласны? Хотите попробовать? Запрещаю уходить Никопару. Да Никопару прекрасно. Ну, типа Никопара, игра, который, по сути, многие могут сказать спасибо за детство. А вот прям без шуток, без преувеличений. Ну, тогда Паймон нужно звать летающей рок-н-ролльщицы. Нет. Эй, прекрати! Хорошо, что И-то ушел. И если бы он услышал, то издевался бы над Паймон до бесконечности. Так и должно быть. Давайте сменим тему. А чем еще здесь можно заняться? Господин дворжак. Какое у него имя все-таки непривычное. Но мы планируем пригласить еще несколько любителей музыки. А также собираем кое-какие материалы, чтобы украсить помещение. Но это займет некоторое время. Бандаратаки. Отвреклась на пса. Услышав мой рассказ. Короче, ковротко о том, насколько сильно можно положиться на И-то. Он вялся организовывать фестиваль, но ему рассказали легенду о псе, и он ушел искать пса. Собственно, все. Только одна из них продолжает придерживаться плана. Ее зовут Куки Синобу. Она как раз занимается доставкой приглашений. Кто бы мог в этом сомневаться? Снова все на Куки. Валили. Да. Такова банда Аратаки. Все дурачатся, пока Синобу занимается делами. Именно так. Он просто пошел за собакой, да. А мы должны помочь. Мы не можем допустить, чтобы мероприятие сорвалось. Расси Синобу так старается. Она снова за всю банду. Одна. Какого хрена? О, вы уверены? Ну, вроде как. Конечно, мы справимся. Ну, это было бы очень хорошо. Мы начинаем отставать от графика, и ваша помощь не помешает. Да, нет проблем. С радостью поможем. Итак, вам нужно, чтобы мы нашли несколько любителей музыки и собрали материалы для украшения. Все? Так, ну любители музыки я знаю. Верно. Согласно первоначальному плану, мы намерены завершить все за пять дней. Потом можно проводить мероприятие. Это, наверное, было пять реальных дней, да, мы готовились. Ну, вы готовились, а я вот только сейчас добрался. Подождите. Я составлю для вас список всех невыполненных заданий. Тогда ситуация станет яснее. Ну, давай свой папирус. И еще, вишенкой на торте станет песня в исполнении Ита. В последний день мероприятия. Такая себе вишенка. По лицу Паймон видно. Пастушок, опять хочет показать себя. Кстати, в квесте Сяо показал он себя довольно-таки неплохо. А почему бы и тебе не спеть, Паймон? А мне, ребят, хватило Ху-Тао. Я чуть больше не очень хочу. Паймон покорит публику. После этого никто и не взглянет на Ита. Да, это будет именно гвоздь в крышку. Наверняка он закричал бы. Паймон, такая рок-н-ролльная. А потом зарыдалку и убежал со сцены. Какого? Ну, это смелое заявление, госпожа Паймон. Но уверенность в себе, безусловно, важна для выступлений на сцене. А, Паймон шутит. Ладно, ждем список, господин дворжак. Фантазии а-ля Паймон детектив. Отлично. Пока пройдите вокруг, а я скоро его принесу. Ита по канону хорошо поет, но это Ита. Ну, это просто Ита. Этим все, как бы, сказано. А вот Паймон, это вопрос другой. О, Тору, Паймон. Ой, Хейдзо, мы рано или поздно пройдем. С тобой встречим, да. Обязательно. Спасибо, что напомнил. О, Синобу, Хейдзо, вот так сюрприз. Блин, а Куки я и правда рад видеть. Да, действительно приятный сюрприз. Хотя, если честно, не такой же сюрприз. Но я как раз говорил госпоже Синобу, что мы вполне можем встретить здесь вас. А наш письмо писала от имени Ита, само собой. А, Досин, Тиканаин, много о вас рассказывал, пока мы добирались сюда. Но, видимо, вселенная ответила на его молитвы. Интуиция. Имена всплывают в голове в нужные моменты. Так уже строен мой разум. Да, короче, привет. И, и, Куки, которая писала пригласительное письмо нам. Кто бы мог подумать, что мы первым делом встретим Хейдзо? Ну, босс сказал мне, как можно скорее отправить пригласительное письмо комиссии Тенрё. Он очень хотел пригласить госпожу Кудзо Сару и Досина Сиканаина. А, я чё-то сомневаюсь, что Саре бы это всё понравилось. Но я бы с ней встретился, да. А, а почему Сары нет? Кстати, да. Наверняка потому, что у неё нет ни малейшего желания видеть Тито. В её защиту расскажу вам, что было написано в пригласительном письме. Тенгу Кудзо, давай встретимся на вершине святилища Сангономии. Устроим рок-н-ролльный матч в духе сумоистов. А, на месте Кудзо Сары, я бы не применула воспользоваться возможностью сбросить Тито с крыши святилища. По факту. А, какоми не наваляет ли потом Саре? Топот по крыше. Шум сведёт, как у тебя с ума. А, да. В общем, ответом госпожи Сары был гораздо более... Ответ госпожи Сары был куда более великодушным, чем мой. Она передала в подарок корзину фиалковых дынь. Ну, это для Паймон. Великодушный? Не уверен. Скорее всего, она пытается что-то этим сказать. Чего? Если этот Они захочет со мной подраться, в полицейском участке для него припасено много фиалковых дынь. Ну, может то, что ты так думаешь, говорит о тебе больше, чем о ней. А что насчёт другой корзины с дынями? Подарок от тебя? Какое послание ты хочешь передать? Ну, вторая корзина от ребят из комиссии. Ну, я и другие Досины, которые арестовывали и-то раньше, а также некоторые его бывшие сокамерники, решили сделать ему подарок. Да, ребят, вот. Вот какие у него связи в комиссии. Там есть его бывшие сокамерники и те, кто его арестовывал. Понятно. Ну, я думаю, корзиной с дынями. Мы говорим, здесь для тебя всегда найдётся место. И если что-то пойдёт не так, он всегда может туда вернуться, да. Лучше отдать боссу дыни без лишних слов. Конечно. Ну, моя работа здесь закончена. Теперь, когда я доставил дыни и встретился с путешественником, мне пора. Хейдзо, мы завершим твой кваст. А ты не участвуешь в мероприятии? Блин, там же уже года два, я не могу его закончить. Не волнуйся, я не пропущу сам фестиваль. У меня есть дела на острове Рита. Быть детективом занятия не из лёгких. Приходится бегать туда-сюда. А, подожди-ка, Рита. А ты, случайно, ничего не знаешь о таинственном пси-ниндзя, который появился во время войны? Наверняка на острове Рита было немало пересудов. Да подождите, а почему Пайман ничего не знает о том пси-ниндзя? А, бёс. Он и послужил источником вдохновения для музыкального фестиваля, не так ли? Синобу вроде так мне говорила. А почему Пайман ничего о нём не помнит? А когда даже я вспомнил? А, неважно. Пайман думала, что у детектива может быть своя информация. Я только предполагаю. Но, исходя из своего опыта, скажу, что это, скорее всего, местная легенда. Сомневаюсь, что такая собака существует, а я почему-то в этом уверен. А что такое, Торо? Судя по выражению твоего лица, ты считаешь это серьёзным вопросом? Угу. Интересно. А может, мне поспрашивать? Я всё равно собираюсь на остров Рита. Рис, привет. Так. А это твоей работе не помешает? Ой, да прекрати, пожалуйста. То, что для тебя важно, невероятно и для меня окажется интересным. Ну, ждите от меня новостей. Увидимся. Я только сейчас обратил внимание. Он в знак солидарности с гора таскает ошейник. Причём именно ошейник. Ну да ладно. Не будем вдаваться в подробности. Похоже, Сиканаин – одинокий волк. Что ж, мне лучше вернуться к доставке приглашений. Чтобы наше мероприятие прошло с размахом. Окей. Нам тоже пора приниматься за дело. Интересно. Так продвигается работа над списком. Ну, то, что... Это заняло слишком много времени, я полагаю, список там прям немаленький. Василий, привет. Да, сейчас прям пока везде. Простите, что заставил вас ждать. Вот список. Если будете действовать по инструкции, всё будет в порядке. Ооо, отлично. Ты как раз вовремя. Торо, пора в путь. Спасибо. Я очень благодарен вам за помощь. Если в какой-то момент вам захочется потренироваться... Музыка... Потренировать музыкальные способности, приходите ко мне в зону репетиций. Пойдём. Так, первый квест... Выполнен. Ладно, это было недолго. Ну, хочу заметить, музыка в меню неплоха. Очень неплоха. Так, чё дают? Чё дают? Чё дают? Чё дают так? Это не то. Это процесс подготовки, да? Так, это что? Опа. Нужно получить оценку нежно на эксперта. То есть, эксперт всё равно, хочешь не хочешь, а тыкать придётся. Ну, я скорее не хочу. Как раз подготовка тебе и надо. Ой, не очень-то мне и хочется. Так, подождите. А есть настройки испытания, знаете, такие прям... Прям, ну вот... Так. Ага, зависит от композиции. Хорошо. Режим падения. А если? А мне как удобнее. Наверное, вот так. Да. Ну, конечно, да. Так. Ну, вроде бы как так. Окей. Но ведь не точно. Так, звуки кнопки. Я бы всё-таки... Эй. Алло. Пон. Пусть будет где-то вот так. Чтобы я слышал нажатие. Угу. Именно подготовка откроет тебе сюжетку. Понятно. Так. Угу. Скорость падения нот. Сюда. Готово. Божечки-кошечки. Так. Лево-право-низ. Х-буд. Понятно. 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 Я примерно так и думал, что оно так и будет. А. Настроено. Ладно. Нам нужна подготовка. Подождите. Подготовка подготовкой. Давайте сходим вот к нему. Пройдёт с первого раза. Не-е-е-е. Не-е-е-е-е-е. А, да. Я бы хотел помузицировать. Всю жизнь мечтал помузицировать. Отлично. Прежде чем начать, нужно настроить инструмент. Стиль игры у каждого немного свой. Позволь мне помочь вам. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Начинается, ребят. Начинается. Не, ну это-то понятно. Это всё понятно. А. А где? Геймпад? Алло. А вот бы... Вот так оно по одной ноте и падало. Вот бы оно, ребят, по одной и падало. А, боже, тут можно было завершить. Ладно. Да, я хочу помузицировать. Ну, ныри, так оно и будет, скорее всего. Подожди, мне интересно попробовать. Мне очень интересно попробовать. Мы сейчас один трек отыграем, и всё равно нужно делать перерыв. Давайте на обычном попробуем. Или король-они. Охренеть. Ладно. Мы же проверяем просто. Так, во время вашего выступления на экране будут появляться разные ноты. Понятно, понятно, понятно. Это всё понятно. Сука, ты не сможешь. Я знаю, что я не смогу. Фок, спасибо за доверие. Блядь, по одной ноте, пожалуйста. Пожалуйста. Сук! Подождите, всё. У меня всё сломалось. Всё, да, ребят. По-моему, придётся даже, наверное, на клавиатуре. Это проходить, потому что... Стоп. Так, 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 так. Подождите. Явно не эксперт. Явно не эксперт. И явно нужны не струны. Я в них путаюсь. Сюда. Так. А вот мы, короче, и приехали. Ладно. Так, 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 так. Где оно? Так, это понятно. Нам нужно вот это. Ой, сделать вот так. А если... Стоп, а если я... Так. А геймпаджи я никак не отключу, да? Да. На сюжетку меньше времени потратим, чем на осу. Да, но я должен... Я должен... Подождите, я просто должен. Давайте обычный. Так. ХАБ. Запомнили, погнали. Будет явно непросто. Ооо. Это получше. Я настолько сильно... Короче, отвык от геймпада, что это прям... Не передать словами. Это просто не передать словами. Потом надо бы попробовать, короче, на клавиатуре. Но я догадываюсь, что там дичь и трэш. А вот нормальная сложность, да. Она, ребят, прям по... Она прям по мне. Шад на изи. Так шад осер, алло. Шад осер ему можно. А я в осу не играл, мне нельзя. Сук, ну трэки хорошие. Они прям душевные. Мне прям нравится. Да, и надо бы сюжетом заняться. Потому что здесь у меня рано или поздно сгорит. Причем очень сильно. Сюк. Дайте просто геймп мне за это, и я уйду. С позором, конечно, но уйду. Подождите, а за это же геймп дадут потом, да? Ну, нежно и нежно. Окс, у тебя... А, да все, да мне даже тяжелый, трогать не нужно. Туда, лут. Тю. А все. Моя реакция на обычную сложность была, как твоя на эксперт. Да, я тоже там увидел в эксперте скорость падения нот. Так все, смотрите. Короче, у меня план созрел, ребят. Вот прям идеальный план. Значит, мы проходим сюжетку. Я прохожу все треки на обычные сложности. А потом просто подкрадываюсь к шаду сзади и усаживаю его за свой аккаунт тыкать мне осу. Он осер, он с этим справится. Если не справится, то получается лох. И не такой-то уж и осер. Главное нам не потерять гема. Вот, свои 60 я залутаю, а вот за мору мы, пожалуй, шаду усадим. Я думаю, для него это будет интересный челлендж. Вот. Потому что осу-то он излазил вдоль и поперек. Так, ребят, ну что? Самое время нам сделать небольшой перерыв. Буквально 5 минут и едем тыкать сюжетку. Надо бы все-таки увидеть сегодня финал. В общем, 5 минут и продолжим. Продолжение следует...